Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Житие святых во свете Библии. Смотреть на все это нужно открытым оком. Вопрос задан был такой, как проповедовали в первых веках. Аполлинарии, 23 июля. В тот день уверовали во Христа более 500 мужей, приняли святое крещение. Немного дней спустя, нечестивые, возбужденные бесами, как гневу, снова схватили святого Аполлинария и сильно били палками, запрещая ему. Да не смеет он проповедовать об Иисусе, не даже упоминать имя Его. Святой же, лежа на земле, восклицал. Воистину Бог есть Иисус Христос, волею пострадавший за людей. Прочтите ниже приведенное краткое описание жития апостолов тех, кто встречался со Христом. Может быть, и нужно было бы ограничить все 12 них жития святых этим одним житием на 70 посланников христовых. Прочтите очень внимательно и скажите, похоже ли жития иноков, монахов на это повествование. А если не похоже, то кто же Божий? Кому Иисус благоволил? Кто Его ученики были? А кто самозванно и самовосхвалительно занял весь горизонт, все пространство в течение 20-ти столетий в христианской истории? Такого самовосхваления история мира не знала, как монашество восхваляет самого себя. Свои выдуманные подвиги. Собор святых 70 апостолов, 4 января. Кроме 12 апостолов, Господь Иисус Христос избрал еще 70 других. Святой евангелист Лука об этом говорит так. Лука 10.1 После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 12 находились при нем, как свидетели его жизни, а 70 подготовляли людей к принятию Христа Спасителя, проповедуя раньше в тех городах, какие намеревался посетить Христос Господь. Впоследствии многие из учеников Господних, и, конечно, в том числе многие из 70, отпали от Христа и перестали служить Ему. Иоанн 6, 66, 67 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал в 12, не хотите ли вы отойти? Когда же наступили дни страданий Христовых, число учеников Христа умолилось еще более. Едва ли кто из числа 70 остался при нем, когда и один из 12 отпал от Него. По воскресенье Христовом лик святых 12 апостолов был восполнен Матфеем. Лик же 70 наполнился не сразу, а мало-помалу, из числа тех, кто был обращаем ко Христу 12 апостолами и проповеди святого апостола Павла, свыше призванного в тот же первенствующий лик и ставшего вместе с Петром Первого Верховного в том лике. На основании Божественного Писания, предания святых отцов, древних историков и достоверных церковных повествователей можно представить лик святых 70 апостолов в следующем виде. Первым из 70 апостолов был святой Яков, брат Господень, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Галатам, говоря 1.19 «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата Господня». Он был поставлен первым епископом Иерусалимским, по свидетельству преданий, избранный к этому и посвященный самим Христом во время его земной жизни. Проповедуя Христа в Иерусалиме, апостол Яков был сброшен иудеями с крыши храма на землю, потом был побит камнями и скончался от удара палец свою по голове. Святой евангелист Марк, написавший святой Евангелие под руководством святого апостола Петра, который упоминает о нем в первом своем соборном послании в таких словах 5.3 «Приветствует вас, избранная, подобно вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Тот же святой апостол Петр поставил Марка епископом в город Александрию, где за проповедь о Христе идолопоклонники, связавшие его, влачили по камням и били. В это время ему явился Господь Иисус Христос, призывая его к небесной славе. И апостол предал ему свой дух. Святой евангелист Лука, написавший святой Евангелие под руководством святого апостола Павла, который упоминает о нем в послании к Колоссянам 4.14, «Приветствует вас, Лука, врач возлюбленный Димас». Он же написал книгу деяний апостольских и много проповедовал о Христе, преимущественно в Биотии. Скончался мученический Вахае, святой Клеопа, младший брат святого Иосифа Обрученника. Он на дороге в Эмаус вместе со святым Лукою видел Господа по воскресению его. И потом узнал воскресшего Христа, когда он явился собравшимся ученикам в одном доме, где совершил преломление хлеба. За проповедь о Христе святой Клеопа был умершлен иудеями. Святой Симеон, сродник Господень по плоти, был вторым епископом после апостола Якова в Иерусалиме, где и окончил свою жизнь, будучи распятым за распятого Христа. Святой Варнава, названный так апостолами, а прежде называвшийся Иосия, о нем упоминается в книге деяний апостольских и в послании святого апостола Павла к Галатам. 2.13. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Все апостол Варнава вместе со святым апостолом Павлом послужил благовестью и сначала проповедовал о Христе в Риме, а потом был поставлен епископом в Медиалане. Скончался он на своей родине, на строении Кипри, где был побит камнями гонителями веры Христовой. 3.13. Христиане с честью погребли его и положили с ним в гроб, согласно его завещанию, святой Евангелия от Матфея, который Варнава некогда сам переписал и с которым никогда не разлучался. И опять же, погребли, не резали, ничего не было этого. 4.14. Святой Иосия или Иосиф, называвшийся также Варсавой и Иуст, о нем упоминается в деяниях апостолских, где повествуется, что он был вместе с Матфеем и избран на место отпадшего апостола Иуды Искариотского. И в послании святого апостола Павла к Колоссину, в котором апостол, перечисляя приветствия верных колоссской церкви, говорит, 4.11. «Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники до Царствия Божия, бывшие вне, отрадую». Святой первомученик Стефан, архидиаком, первый принял мученический венец за Христа, будучи побит камнями, почему и назван первомучеником. Святой Филипп, один из семи диаконов, крестивший Симона Болхва в Самарии, и евнуха Кондакии, царицы, был епископом в городе Тралии, и там, просветив многих христовую верою, в глубокой старости отошел ко Господу. Святой Прохор, один из семи диаконов, спутник святого апостола Иоанна Богослова и участник его трудов, он был первым епископом в бельфинском городе Никомидии, а потом проповедовал о Христе в Антиохии, где и скончался мученически. Святой Тимон, один из семи диаконов, был епископом города Боострое в Аравии, и в то время, как проповедовал имя Христова, много потерпел страдания от евреев и греков. Святой Пармен, один из семи диаконов, совершая порученное ему апостолом и дело благовестия, умер мученически перед очами апостолов. Святой Тимофей, трудившийся в деле благовестия Христова вместе со святым апостолом Павлом, который написал к нему два послания, был епископом в Ефесте, где и скончался мученической смертью. Святой Тит также трудился вместе со святым апостолом Павлом в деле благовестия. Святой апостол Павел упоминает о нем в своих посланиях, а также написал к нему послания. Святой Эпофраз, о котором также святой апостол Павел упоминает, в том же послании к Пелемону, говоря «Приветствую тебя, Эпофраз, узник, вместе со мною ради Христа Иисуса». Вместе со святым апостолом Павлом он содержался в узах в Риме, откуда Павел писал Колоссиным. 4.12. «Приветствует вас Эпофраз ваш, раба Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенно и исполнены всем, что угодно Богу». Свидетельством. Колоссиным 1.7. «Как и научились от Эпофраза, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, служителя Христова». Святой Сила был учеником и ближайшим сотрудником святого апостола Павла, вместе с которым проповедовал Слово Божие и претерпел многие страдания, раны и тюремные заключения. О нем упоминается в Деянии апостольских. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Деяния 16.25. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Впоследствии он был епископом в Коринфе, и немало потрудившись в деле проповедования Слова Божия и сотворившись знамения еще внеста, отошел ко Господу. Святой Силуан проповедовал Слово Божие вместе со святыми апостолами Петром и Павлом. О нем упоминает святой апостол Петр в своем соборном послании в таких словах. 5.12. «Сия кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Также и святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет 1.19. «Ибо Сын Божий Иисус Христос проповедованный у вас, нами, мной и Силуаном, и Тимофеем не был да и нет, но в нем было да, где, претерпев немало бедствий во время своих подвигов для утверждения святой веры Христовой, отошел к подвигу положнику Христу. Святой Крискент, о котором святой апостол Павел упоминает в своем втором послании к Тимофею, был епископом в Галатии, а потом проповедовал Христа в Галлии. Святой Эпинет, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Римлянам, говоря, «Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Он был епископом в Карфагене. Святой Андроник, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании к Римлянам, говоря, «Приветствуйте Андроника и Юнию, сторонников моих, и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». И называет его своим сродником и соплеменником, одним из важнейших апостолов, ранее его уверовавших во Христа, был епископом в Панонии, скончался в мире. Святой Ампли, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании, говоря, «Приветствуйте Ампли, возлюбленного мне в Господе». Был епископом в городе Диасполе, где проповедовал Христа, скончался в городе Алисси, будучи умерщен еленами за свою проповедь о Христе. Святой Агав имел дар пророчества, о нем упоминается в деяниях апостольских, в таких словах, 11-28, «И один из них по имени Агав став превозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии». Деяние 21-10. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Магав». Вот перечисляет этих всех 70, и все проповедовали. 12 все проповедовали. Ни о каком монастыре речи не было. Это абсолютно новое учение антихристианское, антиевангельское монашество. Монастыри нужны, для чего готовить проповедников и докармливать старых. Они нужны. Ну, пожизненные обеты, чтобы не давали, мало ли что. А теперь они топчатся. Молодой парень работает, полюбил девушку, женился, по согласию оба верующие. Чего их спутывать-то? А потом всю жизнь закапываются, костями себя давят, на остром спят. Лучшее лекарство – жена. Лучшая таблетка – муж. И не надо ничего выдумывать. Апостол Агав проповедовал во многих странах и многих обратил ко Христу. Святой Руф, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Римлянам, говоря, «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Был епископом в Фивах, в городе Греции. Святой Патров многих обратил ко Христу. Святой Терти писал послание святого апостола Павла к Римлянам, о чем он сам говорит в этом послании. 16.22. «Приветствует вас, сын Господи, и я Терти, писавший сие послание». Он был вторым епископом в иконе, после святого Сосипатора. И там сижал в себе мужчинический венец. Святой Климент, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Пилипинцам, говоря ей, «Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Был епископом в Сардике. Святой Пуд, о котором упоминает святой апостол Павел в втором послании к Тимофею, говоря, «Приветствуйте, постарайся прийти до зимы, приветствую тебя, Ивол, Пуд, Лин, Клавдия и все братья». Был членом Римского Сената. Он был человек благочестивый, принимал в своем доме святых апостолов Петра и Павла и многих верующих. Впоследствии дом его был обращен в церковь, которая называлась Пастерскую, и в которой по преданию священно действовал святой апостол Петр. Святой Трофим, о котором дважды упоминает деяния апостольские, святой апостол Павел в том же послании к Тимофею, говоря, его сопровождали до оси Сатипатр, Пиртов, Верианин, и свистал Никисов, Аристарх, Секунд, Гая, Деревянин, и Тимофей, и Осиис, и Тихих, и Трофим. Деяние 21.29. «Ебо перед тем, как они сидели с ним в городе Трофима и Фессианина, и думали, что Павел его ввел в храм». Я раз остался в Каринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Вместе с апостолами Пудом и Аристархом сопутствовал во всех гонениях апостолу Павлу. И, наконец, когда святой апостол Павел в Риме при Нероне был усечен мечом, вместе со своими двумя сотоварищами, также был обезглавлен. «Святой Марк, племянник апостола Варнавы, был епископом в Павле Аде Вифинской. О нем упоминает святой апостол Павел в послании к Колосину, вместе с вышеупомянутым апостолом Аристархом». Колосиным 4.10. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его». «Святой Артем, о котором говорит святой апостол Павел в послании к Титу» 3.12. «Когда я пришлю к тебе Артему или Тихико, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму, был епископом в Листрах». Святой Акила, о котором упоминается в деяниях апостольских и в посланиях апостола Павла, был епископом в Вероклее. Слово же Божие проповедовал в Азии и Ахае, и запроповедствовал свою приял мужчинический венец. «Святой Фортунат, о котором упоминает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам, неустанно трудился, проповедуя имя Христова, и после многих трудов восприял блаженную кончину». Святой Ахаик, о котором вместе с Фортунатом упоминают в том же послании к Коринфянам, святой апостол Павел, говоря, 16-17. «Я рад прибытию, Степана, Фортуната и Ахаика, они и воспомнили для меня отсутствие ваше». Святой Дионисий Репагид был сначала епископом в Афинах, а потом проповедовал Христа в Галлии, и здесь был обезглавлен. И все епископки Сарии в Палестинской, в первой книге своей истории, в 12 главе, пишут следующее. «Имя каждого из 12 апостолов Христовых довольно известно всякому из свидетельств евангельских, а перечня семи апостолов вполне точного нигде нет». Если же внимательно смотреться в дело, то можно найти их более 70, придерживаясь только одного свидетельства святого апостола Павла, который в первом послании к Коринфянам говорит, 15-6. «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». «Из таковых многих, трудившихся в деле благовествования о Христе в первенствующей церкви, просветивших веру в разные страны, подобно святым апостолам и достойных по этому имени апостольского, а некоторых упомянем здесь особливо. Святой Лазарь, бывший мертвым в течение четырех дней и воскрешенный Господом, во время гонения на церковь Иерусалимскую после убиения святого первомученика Стефана, он был издан из пределов Иудеи и пущен в море на лодке без весел, вместе со святым учеником Господним Максимианом и со святым Теледонием, который родился слепым, но был исцелен Господом. По божественному произволению лодка приплыла к острову Кипру, и святой Лазарь начал проповедовать в городе Кидоне о Христе. Впоследствии он был в этом городе рукоположен апостолом Варнавой, сам епископа, и там же на острове Кипри он почил в мире. Святое тело его спустя много лет было обретено на том острове в мраморном ковчеге, на котором была надпись «Четверодневный Лазарь, друг Христов». Святой Иосиф, происходивший за Римопеей и бывший тайным учеником Иисуса Христа, а потом испросивший причистое тело его у Пилата, также был издан завистливыми иудеями из пределов иудейских и проповедовали Христа в Англии. Где я и приставился. Жителями Англии он почитается как апостол их страны. Святой Никодим, приходивший к Иисусу ночью послушать его учения и давший благой совет иудеям не осуждать его, прежде чем услышать его самого и рассмотреть его дело, а потом, предавший вместе с Иосифом тело Иисусова по гребению и навастивший его ароматами, также пострадал от иудеев за веру во Христа и апостольскую проповедь и был издан из иудеи. Святой Гамалиил был учителем святого апостола Павла. Он подал благоразумный совет Синедриона относительно проповеди святых апостолов, сказав, если это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегите, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. После мужчинической кончины архидиакона Стефана он взял его тело и похоронил у себя в селе недалеко от Иерусалима. Также он скрывал изданного за проповедь Христова святого Никодима, которого и похоронил после кончины его, близ гроба святого первомущеника Стефана, где потом был погребен и сам. Евнух царисы Эфиопии Кондакии, крещеный святым апостолом Филиппом, это не апостолом Филиппом, на дороге, обративший эту царису ко Христу, был первым проповедником о Христе в Эфиопии, где и скончался в мужчинической смерти. Он был дьяконом, не апостолом, он просто не знает, пишет. Святой Закей, который принял с радостью в доме своем Господа и услышал от него, Иисус сказал ему, Лука 19,9, «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама». По вознесении Господнем Закей последовал за святым апостолом Петром. Им был поставлен епископом Кесарики Палестинской, где и проповедовал о Христе. Святой Корнилий, сотник крещеных святым апостолом Петром, которым был потом поставлен епископом, проповедовал Христа в городе Скепсии, где и скончался с миром. Святой Лонген, сотник, который стоял на страже при кресте Господнем, исповедовал, что Иисус есть воистину Божий Сын. После погребения Господа, Лонген опять стоял на страже у гроба Господня и был очевидцем воскресения Христова, о чем и свидетельствовал перед всеми. Впоследствии он проповедовал о Христе в Каппадокии, где и пострадал мученически. Святой Игнатий Богоносец, по преданию, то самое дитя, которое Господь взял на руки к себе и на которое указал апостолом, сказав, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Святым апостолом Петром он был рукоположен и епископа Антиохийского, где проповедовал о Христе, окончил жизнь мученическую смертью в Риме, будучи отдан на растерзание львам. Святой Поликарп был епископом города Смирны. Он, подобно апостолам, неустанно проповедовал Слово Божие, писал послания ко мной в обращенном христианам и неусыпно заботился о благе и душевной пользе своей паства. Блаженный Симеон Метапрас в житии святого Игнатия Богоносца прямо называет Поликарпа божественным апостолом, говоря, прибыли они в Смирну. И там святой Игнатий целовал святого Поликарпа, божественного апостола, своего соученика, скончался мученическую смертью в Риме. Святой Антиипа, епископ Пергамский, также пострадал за апостольскую проповедь о Христе. О нем сам Господь Иисус Христос в Откровении святого Иоанна Богослова сказал так, 2.13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Вопрос. 1975. Со временем Вознесения Христа все более слово «проповедь» заменялось словом «богослужение». Были ли примеры в житиях, когда предпочитали бы даже узы, нежели отречься от проповеди? Есть ли выход из этого тупика? Ответ. Но проповедь – это тоже ведь не только храмовое служение, пусть даже и выступление служителя. Это ежедневное свидетельство о Христе. Некоторые животолюбцы презрели грозное предупреждение Христа о предательстве свидетельства о нем, как случилось с русскими, прислуживающими в еврейской организации ВНСР. Там платят им приличные деньги, и только бы никто не говорил о Христе. И они сдали им души за деньги взамен жизни вечной. Марк 8.38. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Матфея 10.33. «А кто отречется от меня перед людьми? Отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Вениамин. 13 октября. Обратив христианство многих персов, язычников, он был оклеветан, схвачен, подверглся жестоким биениям и посажен в темницу, в которой провел два года. Один грех, посланный к персидскому двору, узнав о постигшей Вениамина участи, просил царя отпустить его. Царь согласился исполнить эту просьбу. «Если Вениамин даст обещание не обращать персов в христианство, проситель от лица Вениамина дал это обещание. Но Вениамин, услыхав потом, сказал, невозможно мне приложить тот свет, который восприял в купеле крещение. О, сколь великих мук достоин тот, кто скрыл данный ему талант, или тот, кто умышленно скрывает евангельское учение. Сколь великих мук!» Это сами уже говорят, но первый век еще. Это все касается монахов. А, в день 5 сентября. За то, что он своим учением многих приводил к вере во Христа, начальник волхвов велел взять его и принудить поклониться солнцу и огню и отречься от Христа. Вопрос 1976. Почему же учение Христа о благовестии было заменено самосовершенствованием вдали от мира? Когда и кто посягнул на это изменение? Ответ. Это в природе человека, отступивший от своего Создателя. Вся мировая история состоит именно из этих поправок Божьего пути. Желание улучшить, украсить то, что Бог дал. Матфея 7, 21. «Не всякий, говорящий Господи, Господи, говорящий мне, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». 1 Сарс 15, 23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление, то же, что и дало поклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя». Вообще толковать нечего. Отвергли Слово Божие, и Бог отверг. Вся церковь улетела неизвестно куда, с монастырями совсем. Но всегда находились пусть хотя бы единицы, кто каким-то чудом следовал прямо за Господом Христом. «Шел и проповедовал, и новые души шли к свету истины». Исайя 8, 20. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света». Лука 10, 1. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». То есть абсолютно добровольно. «Если такие монахи, которые послушались бы плотника из Назарета идти по городам, да пропаде они там окаянные ненужные грешники, мне бы пустыню где найти, да забиться туда, да бисердевство сохранить, да научиться по 70 дней не есть и не пить. А что этот пророк Галиецкий сказал? Туда не пойду». Вот это и есть слова почти всех монахов. Пороскева, 28 октября. Пороскева не обращала никакого внимания на своих женихов и на богавшихся сложительства с нею. Она скоро сделала с невестой единого бессмертного жениха и единородного сына Божия, для которого и жила в святости и праведности. Пресвятое имя его она исповедала перед людьми непрестанно, всякий день, приводя их тем к познанию истины. Некоторые из людей уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, а другие неверующие злословили святую. Пороскева смело проповедовала перед ними Слово Божие и изобличала суету бездушных идолов, не желая слушать от нее таковых обличений. Неверующие граждане схватили ее и предали побоям, а потом верли в темницу. И Фимий Новый 15 октября. Но потом он снова пожелал по-прежнему только безмолвствовать на Афоне. Так как стечение к его множеству благочестивого народа сильно тяготило смиренного столбника. А расставаясь с Солунью, Эфимий принял по совету Солунского архиепископа Феодора рукоположение водиакона, чтобы иметь возможность самому посредством запасных даров приобщаться в пустыне при чистых христовых тайн. Но на Афоне Эфимий пробыл недолго, ибо не нашел здесь желаемого безмолвия. Новые подвижники густо заселили прежнюю пустыню, узнав о появлении среди них освященного подвижника и почитая его как первенствующего среди них, они стали часто посещать его. Тогда Эфимий избрал для себя новое убежище, необитаемый остров, называемый Новых, куда он удалился вместе с двумя другими единомысленными ему иноками Симеоном и Иоанном Коловым. Калиник 29 июля Горько плакал Калиник о погибели этих людей и решил начать открыто их учить познанию истины, чтобы обратились они от своего заблуждения и уверовали во Христа Бога. Проповедуя подобно апостолам Слово Божие, прошел Калиник многие города и селения и прибыл наконец в Галатийский город Анкиру. В этом городе он оставался довольно долгое время заботясь о спасении душ человеческих и трудясь во благовестии Христовым он многих обратил ко Христу. Святой кротко отвечал ему раб я Христов, видя как люди идут по гибели, я болею за них сердцем и сколько могу стараюсь добрым учением обратить их от тьмы к свету и от погибели ко спасению, ибо в наших книгах написано обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Яков 5.20 Хотел бы я и тебя привести к свету от обдержащего тебя бесовского поборочения и наставить на истинный путь. Аминь. Аминь. Аминь.